Мы однозначно перед голосованием сказали, что с учетом того, что никакие наши поправки, никакие наши предложения не учитываются, за бюджет в этом варианте мы голосовать не будем. Мы четко объяснили свою позицию. Мы считаем, что вариант с формальным повышением минимальной заработной платы до 3200, он до большинства людей не дойдет. Второй момент, это за бортом остается порядка 10 миллионов пенсионеров, которым не индексируют пенсии. Третий момент, это непомерное увеличение расходов на карательный там всякий МВД, прокуратура и так далее, администрации президента аппарат. Абсолютно неадекватные расходы, абсолютно нет реальных шагов, направленных на поддержку реального сектора экономики и реального роста ВВП. Таким образом, этот бюджет, это бюджет стагнации, геноцида и абсолютно не бюджет. Вы решили его не поддерживать. Буквально несколько слов я хотел сказать в отношении, очень увлеклись вопросом не качества того документа, который принимала Верховная Рада, а вопросом, как он принимался. Так вот, если из позиции, как он принимался, действительно, можно сказать, что формальные улучшения, это надо сказать представителю Кабмина, они есть. Действительно, в сентябре подали, действительно, Сергей Прав бюджетный комитет обсуждал, но кто мешал это сделать, действительно, даже если вы так хотели это сделать все во вторник, кто мешал это сделать, допустим, в четверг, у нас в четверг был нормальный голосовательный день. Зачем было это делать ночью? А делать это нужно было совершенно по одной причине, потому что голосов действительно в коалиции нету. Потому что коалиция, и когда вы говорите 226, у нас коалиция это не просто формальное, что есть сегодня 226, у нас коалиция это конституционная норма, которая определяет легитимность правительства. Его нет.